21 ноября во всем мире отмечается День телевидения. В этой важной отрасли трудится сотни тысяч журналистов, операторов, монтажеров, сценаристов, режиссеров эфира. Все для того, чтобы миллиарды телезрителей видели хороший, интересный продукт. Что в этот день хотят сказать орловчане и как изменилось отношение к телевидению почти за сто лет со дня первого ТВ-эфира. Каждый день смотрим телевизор, а что нам еще делать? Вот смотрим, догуляем по свежему воздуху. Периодически смотрим, в основном информационные всякие программы. Ну, как друзья, телевизор, теперь как подруга. Что показывает, то и смотрим. Что вообще в целом думаете про телевидение? Ну, телевидение, без телевидения жить нельзя. Дикторы, когда много лет, они надоедают. Надо менять дикторов через два года. Чтобы лица разные были? Ну да, конечно, потому что одно передается как-то. Не только дикторов, а вообще ведущих. И ведущих тоже. Менялись вот так вот. Наше желание, это, конечно, убрать все эти боевики. Дурацкие. Больше познавательных. Да, больше таких вот программ, конечно, познавательных. А их почти нет. Или показывают то, что интересно, поздно. Телевидение в моей жизни занимает не такое большое место. В основном я смотрю, когда приезжаю в свой родной город. То есть, в общем-то, там интернет не очень. И смотрю телевизор. Ну, для пенсионеров оно, наверное, занимает самое такое необходимое. Мы смотрим новости, вести, все, что нам надо. Екатерина, скажите, хотелось бы вам попробовать работать на ТВ и почему? Да, конечно. Потому что я сама по себе человек очень творческий и эмоциональный. А в такие вещи, как телевидение, радио, театр, нужно вкладывать душу, эмоции, старания. Поэтому я думаю, что, во-первых, у меня получилось, наверное. А во-вторых, да, я бы хотела. Я поздравляю всех с Днем телевидения. Желаю вам удачи смотреть телевизор и развиваться. Мы всех поздравляем с Днем телевидения. И желаем, чтобы телевидение было вечным. И никогда не исходило из нашей жизни.